Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о вермикомпосте из торфа. Посмотрите, какой он хороший. Посмотрите, какой он мягенький, какой он гранулка-гранулки. А теперь я вам скажу относительно шокирующую новость. Вермикомпост из торфа малорентабельный и зачастую убыточный для непосредственно производителя. С чем это связано? Поэтому из всей органики, на которой можно держать червяков, торф, он как такой мастодонт, что ли. Или как это сказать, один из эталонов, в котором изначально нет патогенной флоры, изначально нет сорняков, изначально нет чего-то плохого, с чем червю придется бороться. И поэтому мы покупаем торф. Как вы видите, торф нейтрализованный. В нашем регионе продается. Кстати, интересная тема. Купить его тоже, оказывается, Белгородский регион вроде бы, как и такой сельскохозяйственный. А торф здесь продается крайне редко. То есть его достаточно еще и сложно купить. Вот и такое. Смысл такой. Когда вы приобретаете торф для вермикомпоста, вы должны понять, что вы должны держать на нем ту породу червяков, которая природна жить в этом субстрате. В данной ситуации торф. Что такое торф? Торф это болотное растение. Грубо говоря, сено под водой. Где выросла некая растительность на болоте. Потом она зимой подверзла, подсохла, упала. Ну и все. Вода поднялась и как бы законсервировала ее. И тем самым он не разлагается. У торфа есть одна большая проблема. В силу того, что торфяники частные. Добыча, соответственно, это затрата электричества, топлива, техника нужна. Плюс логистика, чтобы доставить торф до конечного потребителя. И получается очень интересная история. Вот такой вот мешочек торфа у нас в строительном магазине. Ну, недалеко от нас есть магазин в Тройландии. Стоит больше тысячи рублей. Ну, грубо говоря, тысячу. Бывает в некоторых магазинах чуть дешевле. Но я как раз оттолкнусь от тысячи, чтобы вам было более понятно. Потому что его нужно еще с магазина доставить. Давайте оттолкнемся от тысячи. Тысяча рублей стоит 100 литров. Реально в этом пакете. Ну, максимум 70. Максимум 70. После этого, когда в нем месяц поживут черви, объем уменьшается. В силу того, что червь же ест торф. И получается, ну, часть уходит на обеспечение питания тела червя. На энергию червя, которая тепло выделяет. Все такое, да. И то есть получается, из 70 литров уже остается примерно литров 50. После того, когда червь пожил месяц в торфе, мы убираем червяков и, соответственно, перебрасываем вот этот получившийся субстрат в мешки. В мешках он лежит. Вы понимаете, что мешки это тоже расходный материал. Потому что они, получается, тоже разрушаются. От солнца, от работы с ними механической. После этого мы его сеем. Стоит сито. Высыпаем перед ситом. Сеем. И, соответственно, какие-то комки, то есть отходы получаются. Что такое отходы? Отходы это всяческого рода волокна зачастую. Это какие-то корешки растений. Возможно, волокна от растений. И получается, что из 50 литров остается литров 40. И теперь мы возвращаемся к первоначальной цифре. Даже вот мы сейчас на 2024 год. 1000 рублей, а на выходе мы получили, как я вам уже сказал, 40 литров вермикомпоста. То есть, о чем мы говорим? Что вложили 1000, получили 40 литров вермикомпоста. Итого, себестоимость, если всю себестоимость изначального торфа положить на себестоимость вермикомпоста, и то из торфа, то получается 25 рублей на литре лежит уже. Если мы всю стоимость переносим, соответственно, на вермикомпост. Ребята, короткая вставочка. Если вы потеряете связь с нами в связи с закрытием YouTube, в первом прикрепленном комментарии в описании есть ссылка на телеграм-канал. На телеграм-канале выходят все новости, связанные с нами. То есть, это и ролики, и, возможно, какие-то акции. Все самое важное, что связано с нами, в первую очередь, выходит на телеграм-канале. И напоминаем вам, если хотите, вермикомпостер, коконы червей-тигрета, черный принц, кокон дендробены, коконы красного калифорнийского червятка Ченков, все контакты на экране в первом прикрепленном комментарии и в описании. Повторюсь, переходите в телеграм, там все наши новости. Продолжайте смотреть ролик. Для чего мы вам это рассказали? Не для того, чтобы вас оттолкнуть и сказать о том, что не выращивайте червей на торфе, а для того, что если вы хотите получить какой-то хороший результат в виде вермикомпоста, то вы должны каждому червю дать то, что ему нужно. То есть, если мы говорим о технологических навозниках, то это чаще всего какие-то разлагающиеся массы в виде навозов, пометов, пищевых отходов, сена, соломы, листьев, все на свете. И еще о том, что торф, фактически, еще раз повторюсь, это единственное вещество, которое не несет никакой угрозы. И как с этим быть? С одной стороны, хорошо, все рыхленько, нет сорняков, нет угрозы. С другой стороны, нерентабельно работать. Это вам была информация для размышления. И уже буквально в следующем, либо через ролик, мы зададим новый вопрос. Он будет звучать. Никогда не верьте производителям, которые на своих упаковках вермикомпоста, либо биогумуса, пишут, что в ихнем вермикомпосте нет сорняков. Вы поняли, для чего я рассказал историю с торфом. Потому что на большей части всех вермикомпостов, продаваемых в России, написано полное отсутствие сорняков. И еще раз вам повторюсь, полное отсутствие сорняков возможно исключительно на торфе. Потому что их буквально нет с самого начала. И попасть они в конечный вермикомпост при правильной организации труда не могут. И все. Еще раз вам повторюсь. Если у вас есть возможность недорого купить вермикомпост из торфа, приобретайте, не задумывайтесь. Возможно, это будет у нас. Возможно, вы видите поблизости какого-то другого производителя. Если он вам говорит, что он из торфа, помните, это один из лучших субстратов. В нем нет изначально ничего плохого. Потому что в любых других субстратов черпь все-таки должен бороться и иметь стопроцентную гарантию, что он поборол все болезни и вся трава потеряла всхожесть, не приходится. Пишите больше комментариев. Возможно, рядом с вами какой-то там, не знаю, торфяное болото, и вы можете таскать его бесплатно. Тогда напишите, как вы его сушите, как вы его дробите, как вы его используете. Это очень длительный процесс. Пишите больше комментариев. Здоровья, счастья, наша судьба. До свидания, друзья.